Здравствуйте! Как давно я не выходила с вами на связь. Наконец я добралась до компьютера. Мне вас очень не хватало. Знаете, я уже, наверное, как-то помешалась на этом Инстаграме. Мне уже муж говорит, Маш, ты постоянно в Инстаграме, постоянно в Фейсбуке. Вы знаете, мне так хочется с вами делиться своим творчеством, своим успехом. Тем более, сейчас я создала свою линию коллекции. То есть, вернее, не создала, она у меня уже была создана. Я ее решила продемонстрировать российскому рынку. Конечно, было столько неположительных отзывов. Я не ожидала злости, особенно то, что, ой, как дорого. Я согласна, у меня не дешевые цены, абсолютно не дешевые. Но я не отшиваю уже в Китае. У меня не работает целый цех. Я плачу людям зарплату, я снимаю помещение. Я покупаю ткани, я летаю за тканями. Я не шью из, простите, говна, из синтетики. Я шью из стопроцентного шелка, из натуральных тканей. Я трачу на это свое время. Я просто решила поделиться тем, чем я занимаюсь. Я никого не заставляю покупать одежду мою, если она вам не нравится. Одежду я делаю только под свой вкус. Как нравится мне, что люблю носить я. Я знаю, что сейчас я модно в мире. Но я не хочу это делать на количество. Обычную вещь вы и так можете купить в Заре или где-нибудь на рынке. Мне хочется в своих вещах делать какую-то изюминку, чтобы они были необычные. Я очень не люблю необычные конструкции. Я просто хожу с ума. Я знаю, что может быть в моих платьях не всегда выйти куда-то на ужин. Но я позволяю себе, я выхожу. Я люблю быть в центре внимания. Потому что мой муж тоже гордится, что я выхожу в своем платье. Да, оно яркое. Но зачем же тогда я одеваю платье? Я одеваю платье, чтобы меня, естественно, все заметили, особенно на красную ковровую дорожку. Я выбираю яркие цвета, сочные. Но это мой стиль. Это вот я такая. Но спасибо вам за поддержку, что вы там меня защищаете. Я это очень ценю на самом деле. Если бы у меня не было таких подписчиков, как вы, наверное, мне было бы очень неприятно. Я чуть-чуть, может быть, ушла в депрессию. Наверное, я бы перестала выставлять фотографии. Может быть, я удалилась бы с Инстаграма. Не то, что меня легко сломать. Меня не легко сломать. Я бы шла дальше по жизни. Так же шила бы в Лондоне. Так же выпускала бы в Москве. Может быть, я бы еще и отказалась от публичности. Но благодаря вам я иду вперед. И как бульдозер. Теперь меня ничто не остановит. Но я очень простой человек. Я думаю, что простота человека – это самое высокое его достижение, самооценка, самореализация. Когда человек достигает больших высот, но я их еще, конечно, не достигла, но человек остается простым. Мне очень неприятно, знаете, когда ты видишь по телевизору человека, который тебе улыбается, как «Хэ-хэй, я так с вами, мне приятно, я вас так всех люблю, давайте жить дружно». Потом ты его встречаешь где-то на улице и просишь «А можешь с вами сфотографироваться?» Нет, ни в коем случае. Быстро голову отвернет. Я же с вами фотографируюсь. Но зачем мне отворачивать голову? Я же именно хочу, чтобы люди увидели, что я с вами сфотографировалась. Кому я буду фотографировать? Я этого не понимаю. У меня в детстве булку Мир из девушек на телевидении, ни на кого я похожа, которыми я думаю. Мне много говорят, вот ты на Малиновскую там похожа, еще на кого-то похожа. Нет, не похожа, просто я блондинка, так же, наверное. Мои две блондинки. И мне так она нравилась. Я как-то подошла и говорю, можно с вами сфотографироваться или взять автобус? Ручки нету. Есть у кого-то здесь ручка? Нету. Я стою, мне и сама было неловко подойти, как-то я стесняла. Когда еще такой резкий ответ, ну нет у меня ручки. Все, меня, знаете, как отрезало. Я себе дала слово, что если я когда-нибудь достигну больших высот, я никогда в жизни не взлечу так высоко в небо, чтобы не замечать простых людей, перестать с ними общаться. Я не знаю, от чего это, от воспитания. Или человек самоутверждается за счет других. Каждый человек должен понимать, как бы ты далеко не взлетел, рано или поздно тебе придется упасть. Молодость не вечна, красота не вечна. Вечны только те люди, которые рядом с тобой, и твоя семья, и твои дети. Но, к сожалению, есть случаи, что и дети потом отказываются от своих родителей. Наша жизнь, она непредсказуема. В жизни может случиться все, о чем даже человек может только в фантазиях мечтать. Это жизнь, это реальность. К сожалению, мы не можем прожить нашу жизнь, как в черновике, на черновике написать свою жизнь. А потом сделать работу над ошибками и переписать на чистовик. Мы так не сможем сделать. У нас одна жизнь. Давайте постараться меньше совершать подлости, зла в этой жизни. Вот, например, вы мне написали, что Маша вас предавали. Да, меня предавали. Меня очень сильно предавали. Я с вами искренне. Иначе зачем мне с вами общаться, если я буду врать и лукавить? Меня предавали. Меня предавала моя лучшая подруга. Ну, нельзя сказать лучшая, но подруга. Я прошла через это. Это было очень больно. Я не могла в это поверить. Я пыталась залезть к ней в голову и понять, почему ты так сделала со мной. Ты же мне улыбалась. Я тебе отдавала всю душу. Я тебе помогала. Ты говорила, что ты ангел. А оказалось, ты просто крысой. И сейчас я убеждена, чем тише человек, чем он сидит и никогда не рассказывает о своей жизни, а молчит в компании, но слушает остальных. Жди от него. Вот именно от него. От тихони удар. Даже не удар, а кинжал в спину. Такие вот тихони, они чаще всего и наносят удар. А открытые люди, у которых много эмоций, они смешные, может быть, мы их ненавидим. Ну, не то, что ненавидим, они нам не нравятся. Мы прикалываемся над ними, обсуждаем их за спиной, осуждаем их. Но они открыты. Они вот что думают, то и говорят. А от них не надо ждать подвоха. Вот которые сидят, глазками вот так вот делают, все время улыбаются. Вот они первые, которые придут и закопают тебя в могилку. Да, я тяжело пережила, я даже, наверное, еще и не пережила, я этого не могу понять. Но, вы знаете, меня очень много в жизни не предавали, а мной пользовались. Вот, например, я считаю, что я не изменилась. Изменилась, может быть, моя жизнь, у меня появились дети, у меня появились возможности. Сама внутри я не поменялась. Такая же Маша, Маша с соседнего двора, из района Сокольник, в Москве. Ходила в обычную школу спортивную, где встретила своего мужа. У меня там было много друзей, мы общались. Потом как-то это все странно. Я приезжаю в Москву. Маша, а пойдем туда? А, Маша, мы в туалет, когда счет приходим. Маша, а ты можешь пойти сюда? Я тут прихожу, а там совершенно другие люди. А просто показать, что они со мной дружат с нашей семьей. Маша, пойдем погуляем в парк, но ты можешь взять своего супруга, чтобы тоже погулять? Я понимаю, люди мной пользуются. Раньше я старалась на это не обращать внимания. Потом поняла, ну сколько можно? Ну, Маша, пойдем туда. Маша, ну давай сделай то. Маша, сделай все. Да я сделаю. Но вам неужели мне интересно, какая Маша-то? Что у меня тоже есть проблема, что мы же дружим. Мы должны рассказывать о своих проблемах. Мы должны помогать. Поднимать народ, если что, чтобы пойти всем вместе. Ведь не важно, сколько у тебя людей. Знаете, как один очень умный мужчина написал. Я вот запомнила фразу, но, может быть, неправильно вам ее скажу. Он сказал, что он мог создать революцию. Даже из 85 человек можно создать, вернее, революцию. Главное было бы желание и общая идея. Вот если у человека есть, как у нас, общая идея, мы можем сплочиться. Я согласна помогать, если у кого-то есть проблемы. Только не финансы. А рассказать, если вам не с кем поделиться. Могу дать свой совет. Правда, я прошла огонь и воду, и медные трубы. Я думаю, что так мы можем друг другу помогать. Как прожить это все, пережить, вернее. Да, Бог этому человеку, судья. Я так же дружу и общаюсь с людьми. Я знаю, что они меня могут предать. Но им Бог, судья. Я не буду меняться. Я не буду сухой к ним. Нет. А может быть, они и хорошие люди. А может, плохие. Если плохие, а я к ним не тушу. Накажет. Бог все видит. Накажет таких людей. Главное, не надо меняться. Все трудности жизни, предательство, подставы, осуждение человека, оскорбление, втоптать человека в грязь. Это должны делать нас сильнее. Если к вам так относятся, это значит, что вы не то, что вы заслужили, то, что вы выше этих людей. Вы уже высоко поднялись. Они и остались. Потому что они видят то, что... А, она устроилась на работу. Она пошла, поступила в шикарный университет. Так еще сама. А у нее дети. Так она еще ходит в спортзал. Да, не только про меня, я вообще про всех говорю. Это зависть. Когда человек завидует, он не может молчать. Его гнев, зависть, огонь изнутри прет, что... Ну как же? Вот как же вот она, а не я? Ну вот почему? А мы каждым можем достичь высот. Мы все люди обычные. Просто надо определиться, что ты от жизни хочешь. Идти. Идти вперед. Хочешь хорошую работу? Иди учись. Не думай, что кто-то тебя возьмет за руку и приведет. Никто не приведет никого. Это все сказки. Это вы понимаете, что показывают по нашему телевизору, что вот она, Золушка, у нее такое счастье случилось. Она к этому шла. Просто каждый хочет красиво рассказать свою историю. Как это все было. Ну не просто так по волшебной палочке, например, я, мама, троих детей. Естественно, значит, ну хотели этих детей. Мой муж всегда хотел играть в Англии. Он по две тренировки каждый день отпахивал. Пахал-пахал. Приходил домой, весь уставший. Все равно занимался, то пойдет на турникете, сделает физические упражнения, то сходят, у нас уже были дети, пойдет еще футбол с детьми поиграет. У него был режим. Я смотрела на него, говорю, Паш, ну ты же, наверное, устаешь. Он говорит, я устаю. Пока я не добьюсь своей цели, я не остановлюсь. Сейчас, извините, пожалуйста. Открыть дверь. Извините, что ушла от Тим. То я считаю, что по жизни надо всего самим добиваться. Также меня спрашивали про мои волосы. Посмотрите сюжет. Я писала и рассказывала раньше, что я пользуюсь альфа-парф. Я не подстригаю волосы уже где-то больше трех лет. Я слежу за своим питанием, как я слежу за своим питанием. Вот я вам расскажу еще в краткость. Мой режим питания очень, можно сказать, прост. Самое главное – съедать не больше 500 килокалорий за день. Это действительно так. Я перепробовала. Вы думаете, я не пробовала? Я пробовала все. Я пробовала пили всякие, таблетки, мази, капли. Что я только не перепробовала. Я сейчас смотрю и думаю, боже мой, сколько денег я за это все заплатила. Это же просто был ужас. Потом в какой-то момент я подумала, ну все, хватит. Хватит клевать на рекламу. Просто посмотрела, что наш организм запасает жиры. Нам нужно создать экстренную ситуацию для организма, чтобы он начал сжигать саи или жиры са. Для этого надо есть овощи, белки. Отказаться, конечно, от сладкого или от хлеба, от колбасы, от сосисек. Ну, как бы я думаю, что это все знают. Вы должны завести календарь килокалориум. Это очень легко на самом деле. Вот смотрите. Салат вы можете есть сколько угодно. В нем очень мало килокалорий. Очень-очень. А также в курице отварной, в рыбе отварной. Там всего лишь по 100 килокалорий. То есть вы должны сами для себя просто понять. Я не говорю о том, что это полезно. Я говорю о том, что экстренно, если нужно похудеть. Что надо делать? Конечно, если полезно, то это надо кашу есть, творог. Я вам могу сейчас все рассказать, что полезно, как надо правильно питаться. Но просто нужно ли это вам? Или вы хотите услышать правду? Правду, чтобы вы похудели до 500 килокалорий в день. В интернете есть таблица, сколько килокалорий, в каком продукте. Вы знаете, что надо распечатать эту таблицу, повесить себе на холодильник. И смотрите. Вот прям и маленький блокнотик, куда можно сумочку положить, еще что-то. И заводите этот блокнотик. Вот смотрите. Одно яйцо. Кстати, вот если утром съесть одно яйцо вареное, мое солнышко, да, детишки. Если скушать одно вареное яйцо, это всего лишь 80 килокалорий с чем. Но потом в ближайшее время вообще не захочется кушать. Потому что это чистый белок. Завели таблицу, смотрите. И вот кто, чего, сколько кушал. Вот по своему примеру, конечно, так нельзя. Это просто, я говорю, если нужно, уж походить. Мне и захотелось. Утром я съела булку. Булки был большой такой шоколад. 350 килокалорий. То есть у меня осталось потом, надо только 150. За целый день. А это было 8 часов утра. Вот просто вот все. И я выдержала. Это было очень тяжело. Мне казалось, что, я не знаю, у меня здесь душа-то тут щипает, терзает еще. Это если вы хотите слышать правду, вот так вот я вам говорю, как можно похудеть. Я не хочу просто вам врать и говорить то, что вот, вот это вот все кушать. Все равно так не будет человек кушать. Вот скажу вам, есть творог. Ну что теперь на протяжении 5 лет будете только на завтрак творог и есть. Это же сумма может сойти. Или кашу. Вообще с возрастом, знаете, углеводы очень тяжело перевариваются. Они все время откладываются. Чем старше ты становишься. Кашу очень полезны детям. Или у кого-то проблемы с желудком тоже полезны. Например, молоко у нас очень плохо усваивается. Вообще женщинам молоко противопоказано. Только соевое молоко. Это уже ученые доказали, что женщинам молоко противопоказано соевое по 25 лет. Я люблю чай с молоком, но сейчас я пью чай с соевым молоком. Кстати, мне очень понравилось. Я в Лондоне нашла в Теско сумасшедшее молоко. Всего лишь 48 килокалорий 200 миллиграммов. Ой, миллилитра. И оно сладкое. Я не знаю, что туда добавлено. Но с чаем это... Я еще больше чай полюбила с молоком, чем раньше. Вот. То я не хочу вас обмануть. Я готова записывать и дальше видеоблоги. Мне сейчас надо просто приезжать в школу за старшим ребенком. Конечно, я все пытался рассказать вам быстро, в темпе. Надеюсь, что будет хоть чуть-чуть вам понятно, что я вам хотела донести. Ну, с вами была я, Мария Погребняк. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok